Добрый день, в эфире телеканала НТС новости в студии Елена Яковлева. Энергетика в кризисе и всем придется потерпеть. Об этом на своей официальной странице в фейсбуке написал президент Кыргызстана Садыр Джапаров. Его сообщение появилось на фоне вводимых ограничений на пользование электроэнергией. Напомним, граждан сначала призывали снизить потребление и экономить. А теперь для абонентов Северэлектро с однофазным вводом предусмотрен лимит в 5 кВт. Для трехфазников – до 10 кВт. Это означает, что при повышении этой нагрузки, при одновременно включенных приборах, подача электроэнергии будет отключаться автоматически. Верные отключения не будут производиться, отмечают энергетики. Но плановые и аварийные не исключаются. На сегодня уровень воды в Токтагульском водохранилище составляет всего 11,6 млрд кубических метров, что говорит об опасных объемах внутри резервуара и превышенном потреблении электричества. По словам президента, дефицит электричества складывался годами. Не было построено ни одной новой гидроэлектростанции. А электричество импортировалось по завышенной цене, что привело к долгам сферы энергетики в размере 130 млрд сомов. Глава государства к 2025 году обещает путем возведения малый газ покрыть недостаток электричества. А пока призвал потерпеть. За последние 10 лет не было построено ни одной гидроэлектростанции. Находясь в верховье водных ресурсов, мы зимой покупали электроэнергию в соседних странах. Разве это не позор для Кыргызстана? Ладно, если бы покупали по невысокой цене. Покупали 1 кВт за 5 сомов и продавали народу за 77 тыинов. Конечно, реальная цена была дешевле, хотя на бумаге была указана стоимость в 5 сомов. Остальное пошло в карманы больших людей. Может быть, они и не строили новые ГЭС специально ради того, чтобы продолжать преследовать свои интересы и жить счастливо. Таким образом, они обанкротили энергосистему. Кроме патовой ситуации с электричеством признал глава государства и провал с обеспечением углем населения стратобъектов. Он заявил, что добычу начали поздно из-за того, что на Кыргызский мир происходил настоящий саботаж. Вокруг месторождения действуют многочисленные хитрые коррупционные схемы. Отметим, на сегодня действует госрегулирование цен на твердое топливо. Стоимость за тонну установлена с учетом расстояния от разреза до регионов. Однако, над Статком проводят свои наблюдения. По их данным, на начало ноября, по сравнению с прошлым месяцем, цены возросли еще на 10%. В среднем республике уголь сейчас стоит 5720 сомов за тонну. Наиболее высокая стоимость угля зафиксирована в Наукате – 9874 сома за тонну. На сегодня саботаж продолжается. Мы пытаемся сделать все, чтобы ликвидировать коррупцию. Возникает вопрос, что это за коррупция? Оказывается, в Каракичи на угольный склад в Балыкчи поступает только бумага с номером машины и информации о том, сколько доставили тонн угля. Проставлялась печать. Если сказать точнее, то приходит воздух. А вы теперь спросите, что они привозят вместо угля? Перемешивают песок со складов Балыкчи. Таким его привозили на ТЭЦ. Получается, что ТЭЦ сжигала уголь с песком. Несколько фигурантов по этому делу задержаны. Чиновники и госслужащие продолжают ослушиваться указы президента и вмешиваться в выборные процессы. По ранее выявленным фактам глава Кабмина Аклбек Джапаров уволил несколько человек. В их числе ректор Оржского государственного университета Кудайберзик Ужубеков, декан Петфака Бактыбек Мурадбаев, а также трое педагогов. Выговоры получили министр образования Бладбек Купешев и мэраша Алмаз Мамбетов. Такие решения были приняты на основании жалобы на вовлечение студентов в агитационное мероприятие в пользу одной из партий. Оно прошло на центральной площади Южной столицы. Туда привезли учащихся ОЖГУ, хотя изначально им обещали экскурсию. По словам Аклбека Джапарова, МВД и ЦИК уже получили 59 фактов нарушений выборного процесса. И большая часть из них связана с привлечением вновь адмресурса кандидатами-одномандатниками и партиями в ходе их агитации. Уважаемые работники, в частности руководители, получающие заработную плату из бюджета, вам не нужно участвовать в агитационных мероприятиях. Выполняйте свои прямые должностные обязательства. Ваша задача обеспечить условия для проведения выборов. Вы можете выразить свою гражданскую позицию путем голосования в день выборов. На данный момент не вмешивайтесь в выборный процесс. Уважаемые руководители, если вы не хотите быть освобожденными от занимаемых должностей, четко исполняйте указ президента Кыргызской республики. И тогда ваша репутация будет чиста перед кыргызским народом. Талант Помытов восстановлен в качестве кандидата от партии. Циклу пришлось исполнить решение Верховного суда по Турага. Напомним, ранее они отказали спикеру в регистрации, указав, что он вовремя не оставил свою должность, которая в реестре государственных постов значится как государственная политическая. На это решение партия подала в суд. Административная инстанция заняла сторону Помытова. А вот Верховному рассмотрение касационной жалобы, поданной Циком, не случилось. Фемида оставила вопрос без рассмотрения, так как дважды возвращала их заявление. В первом случае отметив, что неправильно была составлена доверенность, а во втором истегли сроки касации. В теки с этой позиции высшие инстанции не согласны и направили претензии суду. В дальнейшем предложил член Центра сберкома Кайрат Маматов все действия по внесению заявления или апелляции в суд нужно будет снимать на видео. За взятку задержан замначальника службы криминальной милиции Октябрьского района столицы. Об этом сообщает ГКНБ. По их данным, указанный сотрудник правоохранительных органов инициировал фиктивное заявление в отношении отдельных граждан за якобы кражу денежных средств. Оказывая морально-психологическое давление, он требовал 80 тысяч сумм за прекращение рассмотрения заявления. Задержали милиционера при передаче ему этой суммы. Отмечаются только его инициалы НЭД. Он имеет звание майора. При обыске его автомашины сотрудники спецслужб обнаружили боевые патроны от пистолета Макарова, АК-47, 5600 долларов и паспорта неустановленных граждан. По республике только за минувшие сутки случилось 18 пожаров. В одном из них погиб мужчина. В МЧС рассказали, что в жилмассиве от утравления угарным газом умер хозяин дома. Чего случилось в Арча-Бешике по улице Куюковой. Погибшему было 30 лет. Сгорели полдома. Повреждена крыша, детская комната, в целом 90 квадратных метров жилой площади со всеми вещами. Спасатели рассказали, что когда прибыли на вызов, он был еще жив, но по дороге в больницу скончался. Еще один пожар произошел прямо во дворе многоэтажного дома на пересечении столичных улиц Московская Турзбекова. Там сгорела машина. К счастью, в ней никого не оказалось. Загорелся двигатель. Семейное насилие на глазах у посторонних. Очередной случай рукоприкладства со стороны мужа в отношении супруги попал на видео в одном из торговых центров. Сама ситуация произошла на парковке. Мужчина начал бить женщину у машины. Она пыталась убегать от него, но он ее преследовал и продолжал наносить удары по голове. В милиции Свердловского района сразу занялись расследованием случая и сообщили, что скандал произошел между супругами. Факт зарегистрировали как хулиганство. Число болеющих гриппом и ОРВИ продолжает увеличиваться. Особенно тяжело обстоят дела в детских больницах. Все поликлиники, как отмечают в Министерстве здравоохранения, работают и на выходных. Но количество детей, нуждающихся в госпитализации, все еще очень высоко. В третьей детской столичной больнице не успевают готовить койки. Врачи отмечают, что едва выписывают одних маленьких пациентов, регистрируют других. По словам медиков, сейчас открыты три доподделения для приема больных под 30 койко-мест. В диагностическом центре около 70 детей получают лечение. Такая ситуация не только в Бишкеке, но и в Аше. Там мамам с маленькими детьми пришлось лежать на полу. Представители института омбудсмена побывали в госпитале и отметили, что Ожская областная многопрофильная детская клиническая больница рассчитана всего на 540 мест, но сегодня там лечат 620 детей. По данным Минздрава, за этот сезон гриппа и простуд зафиксировано в 5 раз больше заболевших в тяжелых формах, чем в прошлом году. Дизеля нет. Таблички с такой надписью висят на многих заправках Чуйской области. Речь идет об автономных, небольших АЗС и некрупных сетях. Водители жалуются, что для заправки своего автомобиля или сельскохозяйственной техники им приходится ехать в поисках топлива в город. На заправках им объясняют, что цены на солярку на российских заводах повышаются, а в республике введена фиксированная стоимость, регулируемая госорганом. В итоге продажа дизеля с учетом всех затрат на доставку невыгодна для некрупных реализаторов. Впрочем, по некоторым данным, то же самое происходит и с бензином. В итоге многие АЗС и вовсе временно прекратили работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok